Приветствую всех зрителей нашего канала. В этом видео у нас будет гибридная Honda Accord 2015 года. Ее восстановили после ДТП, которое произошло в Соединенных Штатах. И затем привезли к нам с проблемой, что автомобиль не запускается. До нас этот автомобиль уже побывал в двух сервисах. При этом знаю, что автомобилями занимались толковые специалисты. Но по какой причине автомобиль не был сделан, этого не знаю. Возможно были разногласия с владельцем. Но это не точно. В любом случае автомобиль у нас и нам его делать. Привет, котюшки! Привет, мамы! Кстати, это видео уже с нашего нового помещения. Мы наконец-то переехали. А вот и наши новые боксы. Шесть подъемников и ремцех, в котором мы заряжаем батарейки. Работаем с ними. И наша небольшая парковочка. Парковочка, конечно, еще маловатая. Но, тем не менее. Вот у нас Mercedes стоит. Hyundai стоит с батарейкой. Еще один Mercedes с мотором. Вон у нас Ford стоит с батарейкой. Там Porsche Panamera гибридная. И два Solo. И вот так вот в боксе автомобиля. Видео со старого нашего местоположения еще будут. Так как материал есть. Но времени на монтаж не хватает. Ну а сейчас займемся Hyundai. Очередной американский пациент к нам приехал. Автомобиль опять-таки с американского аукциона. Правда, уже, насколько я понял, его восстановили. Хотя он может быть такой был. Следы окраса есть. Но дело не в этом. Автомобиль к нам приехал, потому что он не запускается. Вернее, его нам привезли. И теперь будем разбираться, какая здесь проблема и почему он не запускается. Так, ну что, запущу. Посмотрим, что мы здесь имеем. Так, что у нас? Куча ошибок. Адаптив круиз-контроль. И у нас срабатывает сзади вентилятор на охлаждение батареи. И кулис у нас не переходит в драйв. Вообще никуда не переходит. И моргает положение селектора. Короче говоря, куча ошибок. Надо будет подключаться и диагностировать. Так, у нас очень такая странная ситуация. Она не видит блоки моторные. То есть ничего, что связано с блоком управления мотором коробкой, диагностика наша не находит. Зато по другим модулям есть ошибки. Но и скорее всего, ошибки будут связаны с тем, что они не видят все остальные блоки. Ладно, сейчас закончим диагностику. И дальше будем делать выводы. И пока идет диагностика, хочу проверить питание под капотом. Потому как странно, что она не видит вообще верхние блоки. И первое, что обратил внимание, это вот эти винты от руки наживлены. И судя по всему, как раз сюда был удар. Потому как полка крыла, вон есть следы рихтовки, коррозия. Так, а вон еще стоит какой-то блок предохранителей. Вон вообще с открытой крышкой. Так, ну ладно, туда потом доберемся. В общем, здесь все немножко веселее. Нужно будет смотреть, что могло повредиться после удара. Да, видно, что вот это место красилось. Здесь родной цвет, без первого мутра. Здесь уже с первого мутра. Поэтому будем первоначально лезть сюда и проверять все питание в этой части. Так, в общем, прошла у нас диагностика. И таки да, те блоки, которые она прочитала, во всех есть ошибки. А те, которые не прочитала, понятно, что не прочитала. В общем, начнем с питания этих блоков. Или вообще общего питания, общих масс. Короче говоря, по проводке начнем. Так, удар как раз был вот в это место. И есть вероятность, что повреждены жгуты. И тут теперь эта проблема у нас, что не видит блок. Блоков очень много. Два варианта может быть. Либо же у нас что-то с каном. Кан лежит на земле, либо в обрыве. Либо же у нас нет питания. Но питание на блоке идет разное. Поэтому маловероятно. Но все равно проверю и питание. И проверю, что у нас с каном. Висит кан на земле или нет. Так, вот один из джаншин боксов. Джаншин коннекторов, вернее сказать. Где удар оставил свой отпечаток. Вот один провод перебитый. Сейчас хочу вскрыть его. Посмотреть вообще. Наверное, вот эту дулю всю вскрыть. И пересмотреть. У нас не звонится кан. Он в обрыве. И сопротивления нету. Между хай-лоу. Сейчас хочу добраться сюда. Там будет видно. Вдова Косиму еще и деформирован блок моторный. Блок управления двигателем. Он деформирован. Вряд ли, конечно, достало до платы. Но, тем не менее, и сам по себе он чуть изогнутый. Возможно, там есть трещина на плате. Но до этого доберемся позже. Пришлось немножко автомобиль подразобрать. Потому что был удар сюда. Проверяли здесь провода. Проверяли массы. И, к сожалению, те схемы, которые у нас есть на данном автомобиле, не всегда соответствуют реальности. Например, вот это вот соединение, джаншин коннектор. Похоже на массовое, но при этом массы здесь нет. Но с этим буду разбираться позже. И решил прозвонить КАН. КАН шины. Благо, здесь есть вот такой вот соединительный разъем. И можно снять вот эти перемычки. И тогда КАНы все по отдельности. И один из них не звонится. Ни высокий, ни низкий. И похоже, как на обрыв вследствие ДТП. Поставил сюда кабель-трекер. Диагностика кабель-трекером привела в салон. И оказалось, что вот этот разъем был вставлен, но не дощелкнут. Из-за этого не было питания. Также на вот этом блоке, не знаю, что это за блок, но верхний разъем тоже был снят и вставлен, но не дощелкнут. И после того, как подсоединен этот разъем, начали выходить частично блоки на связь. Но пока, к сожалению, не все. Сейчас еще раз хочу подключить диагностику. Посмотреть, что у нас там появилось и чего пока нет. Но теперь это еще немножко больше усложняет процесс ремонта. Потому что искать проблему вместе следов ДТП, а другой по всему автомобилю. Я делал когда-то видео по Тойота, с HR гибридной. Там после ДТП была проблема по резольверу. И проблема была в перебитом проводе на сам резольвер. Работа заняла около одного часа с поиском неисправности с диагностикой и устранением. А здесь же уже провозились с автомобилем почти полтора дня. И пока что еще не вышли на финишную прямую. Поэтому пока занимаемся, а там дальше будет видно, к чему мы придем. И еще реле с вот этой колодки, которая отвечает за тормозную систему, находилось в тормозной двери. Тоже непонятно, зачем оно там было. Но вот так вот. Проверил здесь массы на предмет того, что оборваны. Нет, все массы нормальные. Вот эти провода пока висят в воздухе. Пока даже не знаю, откуда это. В общем, продолжаем разбираться. В конце видео я оставлю ссылку на видео с ремонтом Toyota C-HR. Ну а сейчас и индикация P уже светится как P, а не непонятно что. Она-то светилась P, N, моргала. Но ошибки пока все выскакивают. Немножко изменилось само дерево, сама структура Кана. И у нас появилась автоматик трансмиссион. Так, что у нас вообще там, какие ошибки есть. Неисправность F-CAN, PCM модуль управления мотором, неисправность E-VP-MA, потеря связи. Неисправность F-CAN, неисправность, но сейчас я удалю сначала. Так, вот у нас какие ошибки остались. Но уже больше зеленых блоков. Дальше нужно будет разбираться. Так, добрался все-таки до вот этой колодки Джаншина. И разобрались, где минус. Вот у нас провода сейчас пока временно вот такие сопли висят. Вот разъем поломанный. А до этого оно было вот так вот. Перемотали изолентой, ставили. В общем, сейчас уже автомобиль у нас запускается. Даже еще больше блоков увидела. Опять поменялось дерево все. Сейчас удаляем ошибки. Посмотрим, что у нас останется. Автомобиль уже запускается. Это хорошая новость. Так, у нас датчик высокого напряжения цепи. Датчик ECT. Неисправность цепи датчика нагревателя. Воздух, топливо. Датчик напряжения. Неисправность линии связи управления вентилятором радиатора. Ну, в принципе, это как раз те разъемы, которые сейчас висят в воздухе. Так, у нас автомобиль теперь запускается. И ошибок нету. После того, как мы подключили все разъемы, которые висели. И подсоединили разъемы, которые были не подключены здесь в салоне. В общем, в принципе, у нас теперь осталось все это свернуть в кучу. Под капотом. Подсобрать все. И, в принципе, можно будет автомобиль выпускать. Первый выезд автомобиля уже своим ходом. Едет он на электротяге. И двигатель тоже запускается. Так, автомобиль у нас практически собран. Проводка на разъем инвертора восстановлена. Осталось только установить вентилятор основного радиатора с диффузором. Они были разрушены при ДТП. И владелец автомобиля его нам не предоставил. Также есть ошибка по цепи нагрева лямбда-зонда. Там обрыв провода. И его необходимо менять. По итогу ремонт заключался всего лишь в восстановлении 3-4 проводов и подсоединении нескольких разъемов, которые странным образом были отсоединены. При этом находились на своих местах. Вот такой вот ремонт. Пишите свое мнение об этом ремонте в комментариях. До скорой встречи на канале! Всем пока!